Привет, я Кике. Привет, это Коки. А вместе мы... Мы братья по русскому языку. Hola amigos, добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. И я сегодня в восторге, потому что у меня очень важный гость. Человек, который мне очень нравится его творчество. Коки, привет. Привет. Это Коки из Японии. Connichiwa всем. Да, кстати, Коки, сегодня мы хотели поговорить, как наша жизнь изменилась после того, что мы начинали учить русский язык. Как понимаю, у тебя есть русская жена. Поэтому, я думаю, будет интересно нашей жизни после того, что мы познакомились с русским языком. Да, это очень сильно изменилось у меня в жизни вообще, потому что Япония и Россия совсем другая культура. Поэтому, да, после Disney в России у меня много чего изменилось. И даже мои друзья замечают, что я как-то по менталитету и по поведению изменился. И хочу сегодня рассказать об этом и поделиться с вами. Отлично, Коки. Во-первых, я тебе хочу сказать, что для меня это звучит как шутка, да? То есть, Мексиканец, который говорит по-испански, общается с японцем, который говорит по-японски. То есть, мы общаемся вместе на русском языке. Это, мне кажется, немного сломает мозг у многих, даже мой мозг. Да, конечно. И, наверное, для вашего, ну, для твоих подписчиков, наверное, кажется, что какой-то роскошь. Потому что я по внешности немного похож на казаха, и ты тоже немного, может, похож на армяна или там на грузина. Поэтому как будто мы разыгрываем по списчиках, но не так. Я настоящий тесто-кровный японец. Может, у меня в крови корейская кровь. Тогда, чтобы у нас не было сомнений, как тебе, если что, нам поверили, мы поздоровимся, немного говорим коротко о себе на своем родном языке? Да. Можешь представить себя на японском? Здравствуйте. Меня зовут Танако Коки. Я очень-очень русский. Я очень-очень русский, и я очень-очень русский язык. Сейчас я на русском скажу. Пожалуйста. Да, потому что, наверное... Переводить мне будет сложно. Да. Всем привет. Меня зовут Танако Коки. Я тесто-кровный японец. Я изучаю русский язык около семи лет. И сейчас я живу в Японии с русской женой Наташей. Прекрасно. Очень приятно. Спасибо, Коки. Спасибо. Давайте я тоже по-испански, чтобы... Тоже, ты знаешь, мне очень часто принимают, что я из Кавказа, или из юга, или из Араба. Поэтому тоже люди, когда на меня видят, они не всегда понимают, что я мексиканец. Поэтому... Я думаю, это достаточно. Тем более, у меня есть язык по-испанскому в своём канале. Поэтому... Можешь поверить. Отлично. Коки, я, во-первых, хочу тебе сказать, что... Когда я учил русский язык, никогда не думал, что он такой полезный и откроет мне мир столько иностранцев. Например, это чистый пример, что я употребляю русский язык, чтобы общаться с человеком, который тоже не носитель русского языка. Но при этом можно дружить с людьми, которые даже не носители русского языка. И это прекрасно. У тебя тоже есть какой-то случай, который... Ты вообще не ожидал, что тебе открываются двери после того, что ты начинал учить русский язык. Да. Ну, во-первых, данный случай, где мы с тобой сейчас общаемся на русском языке, мы бы могли общаться на английском языке, но, к сожалению, я не знаю английский. Поэтому русский язык – это последняя надежда, на которую мы можем общаться с тобой. Вот. Но на самом деле, я хочу сказать, что у меня жена русская, и она вообще не говорит по-японски. Ну, она говорит по-японски, но она... Мы поженились два года назад, и тогда она впервые переехала бы в Японию. До этого она жила в Москве, и она не учила японский язык. Вот. И переехала, и она начала учить японский в Японии. И сейчас она говорит на японском языке, но когда мы с ней общаемся, мы на русском языке общаемся. Почему? Потому что я считаю, что в нашем случае лучше общаться на русском, потому что всё-таки она женщина, и, как говорится, русские женщины, они такие эмоциональные. И знаешь, на иностранном языке всё-таки сложно изладить свои эмоции на сто процентов полностью. Поэтому, знаешь, ей хочется что-то выговорить, но на японском она сможет, но это не то, что на русском языке она обычно говорит. Поэтому я всё принимаю на японском, чтобы она как бы успокоилась, или там могла изладить свои все мысли ко мне на русском языке. И поэтому у нас семейные ссоры быстро заканчиваются. Ну, понятно. Копи, тогда у меня есть какие-то предположения. Хочешь сказать, что ты научил, что ты начинал учить японский, чтобы найти русскую жену? Давай между нами. На самом... Это у тебя был какой-то цель? На самом деле, да, это очень хороший вопрос, который многие подписчики мне задают. На самом деле, это случилось очень спонтанно. У меня не было такого намерения, что я хочу именно жениться на русской девушке. Мне без разницы, на японке или на русской девушке, хоть и на испанке. В мексиканке можно. Да, в мексиканке я бы хотел. Я бы с радостью, но я уже прикован сейчас к своей жене, поэтому, к сожалению... Интересно, что жена скажет. Мне нужно, чтобы жениться, что на мексиканке, мне нужно поменять регию на мусульманство. Много жемства, чтобы было... У меня ощущение, что Наташе не будет понравиться наша передача, если мы продолжаем эту тему. Поэтому ты редактируешь. Да, но это шутка, если что. Если что, шутка. Я всегда шутка, поэтому... Отлично. Скажи мне, пожалуйста... Смотри, в принципе, я понимаю, что характер Японии, наверное, очень такие... Очень скромные люди, да? То есть, они очень тихо. Я могу тебе сказать, что, допустим, когда я начинал жить в России, для меня первый шок, который я столкнулся, это так, что люди очень прямые. И они не стесняются сказать нет или сказать все, что хотят. И, ты знаешь, как-то очень самоуверенно, мне показалось. И, конечно, это для меня было в шок. И я со временем начинал понять, что я тоже начинаю более таким прямым становиться. И иногда, ты знаешь, мои друзья говорят, что иногда можно это очень касаться грубым, когда ты очень прямой. Потому что, допустим, в Мексике это не очень совсем принято быть очень прямым. Это да. У нас тоже, и как бы Япония, это страна, где живут люди со скромностью. Поэтому для нас скромность очень ценится. И я приехал в Россию, заметил, что, ну, как ты сказал, многие русские всегда напрямую говорят. Все, что они думают, все, что они хотят. Да или нет. Хотя есть фраза да, 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 нет, наверное. Но это как-то странно. Но всегда да или нет. Черный или белый. У нас нет такого. Ну, есть. Но в основном мы предпочитаем серый. Ну, то есть, не даешь конкретный ответ. Просто намеками всегда. Поэтому у нас, у меня был такой случай. Но хотя не у меня, у моего друга. Он японец. И девушка тоже японка. Они уже давно вместе живут. И в какой-то момент девушка специально оставила журнал о свадьбе на столе. Чтобы этот мой друг увидел этот журнал и сделал ей предложение. Вот такой намек делает в японке. Но русские девушки, они бы сразу сказали напрямую. Ты хочешь жениться на мне? Или сделаешь предложение когда? Вот. Я думаю, что это разница. И я тоже немножко меняюсь в этом плане по менталитету. Потому что, когда я жил в Японии только, ну, перед тем, как я поехал в Россию, я тоже был человеком со скромностью. То есть, там, никак не мог говорить напрямую. Потому что это может как-то казаться людям, японцам, немного грубо. Или небезливо. Но после жизни в России я понял, что если я не скажу то, что я думаю, тогда я буду находиться в опасности. Никто не будет помогать мне. Да, кстати, я могу тебе сказать, что в России намеки не очень всегда понимают. Потому что, как в России, я тоже, когда у меня был случай, что я намекаю, ты понимаешь, что мои намеки, мы говорим, как, типа, кидать камни, но никто не улавливает. Потому что ты должен сказать имя человека и потом кидать камни. Только так понимают. Ну, даже случайно, но, мне кажется, да, намеки в России не очень много работают. Нужно быть более прямым. Здорово. Да. Потому что, мне кажется, в Японии есть такое понятие, иерархию. Я не знаю, да, что когда из иерархии, то очень сложно прийти из иерархию. И, а мне кажется, это тоже в России как-то иерархия не настолько важна, как в Японии. Да, 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 но есть такой. Да, отлично. Смотри, другой момент, который меня очень сильно удивил, и сейчас понимаю, и тоже немного поменял свой смысл, это когда я приехал в Россию, я заметил, что люди, когда поздравляют, всегда употребляют либо тепло, я желаю тебе тепло в душе, солнечные дни. А я думал, интересно, потому что у нас как-то в Мексике мы никогда не желаем, что тебе было еще солнечный день, когда у нас очень жарко, очень тепло. Мне было очень интересно, что в России действительно, когда все поздравления, всегда обязательно должно быть слово тепло, солнечного, понятно, потому что, по-моему, прочиталось, что в России бывает, по-моему, в Москве около 200 дней в году, где температура ниже нуля. Понятно, здесь хорошо желать теплые дни, но очень интересно, я начинал относиться к солнцам и к красным времени года, как меняются. Да, у нас есть такой, потому что, знаешь, наверное, те, кто интересуется Японией, уже знают, что японцы всегда начинают разговор именно про погоду. Мы сначала спрашиваем, ну, перед тем, как спросить, как у тебя дела, мы спрашиваем, какая у нас замечательная погода, как у тебя с погодой. Да, какую-то погоду важнее собеседника своего, но, правда, мы всегда спрашиваем, знаешь, почему? Потому что у нас, знаете, люди в основном замкнутые, не открытые, не дружелюбные, ну, то есть, они открытые, но только со близкими людьми. Вот, поэтому, когда ты начинаешь общаться с новыми людьми, они не знают, как начинать разговор, и у них формат только про погоду, поэтому, если ты начинаешь разговор с погодой, то уже разговор, само собой, будет складываться. Вот, такое понятие у нас. Ты знаешь, я уверен, что у тебя тоже были такие случаи, когда ты поедешь куда-то, где это не Россия, а говоришь по-русски, и это как-нибудь тебе дал что-то. Я помню, например, когда я был в Чехии, и я начинал, ну, понятно, чешский язык я не говорю, но я говорю по-русски, там были настолько в восторге, что я как-то мексиканец, который говорил по-русски, и мне начинали дать какие-то подарки, и очень смешно, что мне дали матрешки. Они знают, что я живу в России, и они все равно мне подарили матрешки, чешская матрешка. Кстати, я был в шоке, что матрешки тоже в Чехии. Я думал, это только в России. И тоже, допустим, когда есть поездки, я в восторге, что русскоговорящие люди везде, и, в принципе, я помню, когда был в Париже, допустим, если они моя очередь, за мной говорят по-русски, и так, и мне кажется, очень легко сделать друзья. Тоже очень удобно, когда, допустим, ты хочешь красивую фотографию сделать, и что рядом с тобой есть русскоговорящие люди, и очень всегда удобно попросить фотографию, и всегда есть какое-то знакомство, потому что, наверное, не понимаешь, что у тебя есть акценты, и говорят, почему ты говоришь по-русски? И я думаю, что очень классно знать русский язык по плане путешествий. Правда, ты можешь как-то попасть в ситуацию, где, допустим, могут тебе дополнительную скидку, потому что люди очень рады, что иностранец говорит по-русски. У тебя был какой-то такой случай? Да, на самом деле, но как ты сказал, в плане путешествий русский язык очень полезный язык, потому что я думаю, что по всему миру есть русскоговорящие люди. И у нас с Наташей была интересная история в Японии, скажем так. Мы путешествовали в Киото, и там мимо нас прошел один мужик. Мы подумали, откуда он, и мы такую игру сделали, ну, угадаем, откуда он, откуда он. И я подумал, что он русский, а она подумала, что он не русский, он американец или кто-то. И потом мы решили спросить у него, откуда. Но мы не успели спросить у него, потому что он там прям матерился и сразу понял, что он русский. Это так смешно было. Еще у меня другая история есть. Я по работе часто езжу за границу именно с стороны СНГ. В Казахстан, в Звегистан, в Украину или там в другие страны. И в Казахстане меня всегда принимали за своего. Наверное, по внесности и по русскому языку с акцентом. Да, сразу это так смешно было. Я в Звегистане, в Ташкенте, я сходил на рынок. Это такой огромный рынок центральный. А там продают орехи, и там продавец сразу. Прям я впервые увидел его. «Дай, братан, возьми мои орехи». Это самые вкусные орехи. Сразу ты знаешь русский язык и уже можешь стать его братаном. Да, это было смешно. Да. Да, кстати, я могу тебе сказать тоже, как Игорь, что я когда в Москве со своими друзьями, допустим, мы поедем здесь, где сувениры продают в Смайлово, не знаю, если ты знаешь, такой рынок, где там Кремль. И, допустим, я общаюсь на испанском со своими друзьями, они начинают цена. Я, конечно, понимаю цен. Я понимаю, что иногда очень дорого продают. И я спрашиваю, «Эй, почему так дорого?» Это же стоит. «О!» И сразу понятно, снижают цены. Поэтому тоже знать русский язык в России – это полезно. Потому что тоже, допустим, я себе купил ушанку красивую и тоже хотел очень дорого, но как только знали, что я тоже говорю по-русски, сразу они начинают раскидываться, другая цена, братан, возьми. И, кстати, тоже очень интересный случай, когда я был в Польше, я хотел на экскурсию попасть. Это было обязательно с гидом. И они сказали как-то, типа, просто свободный ход нет, ты должен с гидом. А у нас есть польский, и сейчас ее, типа, нет. Они сказали следующее, и я начал сказал, «Скажите, пожалуйста, есть на английском, на русском, на испанском, на французском, пожалуйста, одно из этих». Она сказала, «Есть на русском следующее, ты хочешь?» Я, типа, да, а для этого просит паспорт, потому что они просит, ну, какие-то данные, чтобы вести какой-то отчет. Она, типа, «Мексиканец хочет попасть на русский гид?» Я, типа, да, пожалуйста. Поэтому это очень странно и очень классно, потому что ни один раз, ни однажды я попал именно на русский гид, то есть, когда это обязательность гида, я попал на русском языке, потому что, как знают, что русские туристы много, и поэтому мне, не однажды я попал именно, потому что на испанском либо уже очень поздно, либо уже забыто, и на русском я попал, и очень классно, что мне дают возможность, а путешествия все-таки воспользуют эту возможность. Да. Поэтому русский язык – это супер. Да. Но на самом деле, я, да, не так часто путешествую за границей, поэтому надеюсь, что когда-нибудь больше пригодится мой русский язык. И до того момента мне нельзя забыть его. Хотя Наташа не дает мне забыть. Да. Это отлично. И я хочу тебе сказать, что многие думают, наверное, когда ты говоришь, что как ты иностранец и хочешь учить русский язык, как они недоценивают русский язык. Зачем тебе? Лучше учи, в том числе и немецкий, и японский. Я думаю, что правда, русский язык недоценивает, и он классный. И это как... А скажи, пожалуйста, когда ты говоришь в Японии, что ты хотел учить русский язык, какие были реакции на твои близкие? Я прежде всего хочу рассказать о том, как моя мама реагировала на то, что я поеду в Россию учиться. Она... Ну, как ты сказал, моя мама тоже хотела, чтобы я учил язык какой-нибудь полезный. Ну, русский язык, я считаю, что полезный, но она считала, что это не полезный, потому что английский, немецкий, испанский, они, может, полезнее, чем русский язык, ну, на ее взгляд. Ну, и когда я сказал ей, что я поеду в Россию, она сразу сказала, что ты чему там научишься в России? При морозе минус 40 выйдет, что ли? Это было смешно, на самом деле. Просто у нее Россия ассоциируется именно с холодом жутким, поэтому она не поняла, зачем я поеду в Россию. Да. Я думаю, это со всеми холоды России такая же. А, как объединенные, да. Одноцелые. Холоды России. Да, еще мои друзья, они, когда узнали, что я начну учить русский язык, они подумали, что я хочу жениться на русской девушке. Да, у многих японцев ассоциируется Россия именно с красивыми девушками. Я уже в своем видео рассказывал о том, что когда из России какие-то актрисы или там певицы или там спортсменки приезжают в Японию, им дают прозвище фея. Фея. Ну, то есть это ассоциируется с красотой у нас в Японии. Вот. Так что твои друзья оказались правы. Да. Так и вышло. Да. И когда я вернулся в Японию я позвонился на Наташи у меня жена русская. Мои друзья всегда завидуют мне за то, что у меня жена русская такая красивая. Но как сказать, ну да, мне повезло с Наташей я люблю свою жену. Но я влюбился в нее не по внешности по внутреннюю миру я не оправдываю все вещества сейчас. Да, я знаю. Мне кажется, ты сам попадаешь на это. Да. Вот. Ты сам яму копаешь. Да. Уже закапываешься. Отлично. Коки. Допустим, если у нас была коки до русской культуры и после русской культуры, что изменилось? Да. Но у меня есть несколько пунктов, которые у меня появились после жизни в России. Например, первое, что сразу я могу рассказать, это как ухаживать за девушками в Японии. А в Японии не могут? Ну, они могут, но специфически для русских, скажем так. Но мы не дарим цветы. Или даже у нас часто бывает такое, что в кафе маленькая девушка, они встречаются, но они вообще молотно сидят до стола и залипают в своем телефоне. Это для нас нормально. Еще, как бы... Это встреча, да? Это, скажем так, романтическая встреча. Это свидание. И так можно вести себя. Знаешь, в России, если ты ведешь так себя, то ты на 100% получишь по лицу, во-первых, и во-вторых, ты останешься девственником. Вот. Ну это точно. Да. Но это у нас нормально еще встречаться, например, раз в неделю. Это нормально для нас, японцев, но для русских это странно, потому что если полюбленная парочка, девушка и маленькая, они любят друг друга, то они, естественно, хотят встречаться каждый день даже. Но у нас, знаешь, на приоритете у нас всегда почему-то работа. Ну, как всем известно, японцы прям живут, чтобы работать, а не работают, чтобы жить. Вот, поэтому... Ты знаешь, как и... Да, с твоими рассказами, мне кажется, тогда мексиканцы ближе к русским, чем с японцами. Да, скорее всего, потому что у меня такое представление о мексиканцах, что они текилу пьют и танцуют, вот такие веселые люди. Даже на работе пьют текилу. Вот, ну вот, про мой рассказ. Короче, поэтому много переработки и после работы им не хочется встречаться с кем-то, им хочется просто дома сидеть и отдохнуть. Вот, но после жизни в России у меня отношение совсем поменялось. Я встречался с японками и с русскими девушками, поэтому я вижу ранницу здесь, как можно ухаживать за девушками. Например, в России нечетное количество цветов дарить это как-то не принято в России или четное? Я запутался. Ну, четное. Четное количество. Четное это траур. А. Нечетное это хорошо. Точно. Извиняюсь. Да, вот, да, еще раз. Мне такой подарок делать, намек отправляешь. да. Вот, Наташа, четное количество. Посмей. Да, вот, в России нельзя там нечетное количество цветов дарить или там гвоздику нельзя дарить. У нас вообще нет такого, потому что у нас не дарят цветы, поэтому я удивился тому, что в России так часто дарят цветы без повода. Не только на 8 марта, на день рождения, просто без повода дарят. И, знаешь, я впервые попал в Россию 7 лет назад, это было в Петербурге, в Петербурге, а там на улице русские продавцы цветов, они кидали цветы на человека, ну, именно на парня, у которого там девушка. и да, это на самом деле хороший маркетинговый ход, потому что если ты отказываешься от покупки цветов, то ты одновременно показываешь, что ты жмот, и там ты не дарази свою девушку, вот, поэтому тогда я подумал, не дай бог на меня не кинули, и если вы кинете на меня цветы, тогда, пожалуйста, только тогда, когда мне хочется сбросить эту девушку, тогда хороший повод будет. Да, это, кстати, точно, да, я могу сказать, что да, русские девушки любят, когда парень щедрый, это точно. Ты знаешь, мне кажется, очень интересно, что цветы это что-то связано тоже с погодой, потому что в Мексике мне кажется, столько цветов тоже не подарят, несмотря, что у нас растут, мы не настолько оцениваем, потому что, в принципе, не знаю, у тебя дома могут росы растут, поэтому ты уже привык видеть розы все время, а в России, понятно, это такое дорогое удовольствие, которое не все время, тоже был поражен, сколько магазин цветов есть в России, то есть, цветы, цветы, и мало того, что есть много, они еще работают 24 часа, если ты, допустим, накосякал три утра, у тебя была возможность сразу купить цветы немного исправить свою ошибку, и, да, это очень классно, что считать цветы, и, кстати, я тоже удивился, что иногда цветы тоже и мужчин, и женщин подарят, это для меня вначале немного странно, но в России мне кажется, цветы просто это всем, всем можно подарить, да, ну, чтобы показать свою, как бы, эмоцию, что ли, своим близким, именно, да, то, что ты дразишь своих близких, но нечетным количеством, хорошо? да, это точно, еще, знаешь, в России, я думаю, что русские, они относятся именно к близким очень хорошо, но ходят такие слухи, что русские какие-то хмурые, холодные, там, по миру, вот, но на самом деле я считаю, что русские, они такие самые друзелюбные и теплые люди, потому что они не улыбаются, не улыбаются, но это естественно, зачем незнакомым улыбаться, от этого ничего хорошего не будет, они просто будут принимать тебя за дурочка, если ты просто так улыбаешься и ходишь вот так, у меня такого было, понимаю тебя, я все время улыбаю тебе, привет, да, еще ты скажешь, что ты из Мечка, и тогда они совсем по-другому будут принимать тебя, так улыбаются, под кайфом, правда, мне кажется, вначале русские могут быть сокрытием, но когда они тебя отпускают, это супер, они очень хорошие, супер друзья, и это люди, которые, они всегда поддерживают тебя, раз ты становишься друзья с русским, мне кажется, это навсегда, то есть, на долгие дурочки, когда ты находишься в опасности, и тогда друг, друзья, они на сто процентах, хоть с другой планеты, они примучатся к тебе на помощь, да, это очень хороший характер, и знаешь, у нас в Японии, например, отношение к своей семье очень отличается от русского отношения к семье, например, в моем случае, ну, я после России немного изменился, поэтому по-другому отношусь, но раньше я относился к своей семье, например, я виделся со своими родителями раз в год, когда ты живешь в разных городах, то они очень редко встречаются, и даже редко общаются даже по телефону, там, по переписке, ну, русские, они прям каждый день общаются с родителями, Наташа сейчас у нас в Японии, и у нее родители в России, и она каждый день звонит своим родителям, и объясняет, или там рассказывает, даже очень примитивные вещи, например, она как-то на улице встретила кота, такой красивый был, и это рассказывает по телефону, для меня это зачем, это ничего полезного, но она так делает, ну, русские всегда так делают, потому что для них родители, или там, близкие люди, они могут, согласен с тобой, да, поэтому, да, ну, не стыдно за себя, то, что раньше плохо, ну, не то, что плохо, но не так близко относился к своей семье, например, я очень редко виделся со своими родителями, когда я учился в университете, потому что мы в праздных городах были, и даже было такое, что мои родители не знали, что я поехал в Россию, путешествовать, я не написал, что я поеду в Россию, потому что я уже по 17 лет живу один, поэтому я привык к тому, чтобы жить самостоятельно, вот, и я забыл написать маме, что я поеду в Россию, и когда я в Россию, где находился, когда я находился в России, у меня все хорошо, когда я находился в России, а моя мама мне написала, что она скоро поедет в Токио, поэтому встретимся, и я смотрю на сообщение, ой, куда я попал, и отвечу, мама, я сейчас немного не в Токио. Ты знаешь, я себе не представляю, что я бы такого сделал маме, типа, я думаю, она просто все овится на меня, так, нет, это невозможно, это что вы не сказали родителям, где ты находишься. Да, но это другая критера, ну, я совсем изменился после России, я сейчас каждый день общаюсь с родителями, иногда Наташа заставляет меня общаться, ну, да, в целом, я со своей инициативой общаюсь с родителями, ну, чтобы, как бы, делиться своей радостью и даже иногда грустью. Я могу тебе сказать, что это немного я поменился, потому что я раньше очень сильно любил шутить, а я понимаю, что мои шутки не всегда прокатят в России, они хотят что-то посерьезное, ты знаешь, у нас в Мексике есть очень интересный анекдот, что говорим, есть ранний человек, и спрашивает врач, тебе болит твою рану? Он отвечает, только когда смеюсь, в этом плане мы хотим сказать, что, в принципе, в Мексике мы начинали издеваться от тех или смеяться от вещей, которые нам больно, поэтому есть юмор всегда, мексиканские все принимают с юмором, потому что ты говоришь, что мне делать, плакать или смеяться? Ну, давай смеемся, ну, если ничего не решить, лучше все-таки смеяться, чем плакать. и поэтому я понимаю, что, допустим, у кого-то друзья есть какая-то обеда, и для меня, не знаю, как, типа, я хочу поднять настроение, начинаю шутить, и мне кажется, я начинаю больше этих человек, потому что, типа, я смеюсь на их боль, но в Мексике это очень приятно, когда что-то больно, ты можешь какие-то шутки, чтобы поднять настроение, я помню, когда, не знаю, тоже в Мексике страна мемы, что-то плохое случится, и сразу мемы где снимаются на этой ситуации, и люди всегда с юмором принимают вот это, и поэтому я заметил, что в России мне очень много раз сказали, а можно посерьезно, то есть, типа, хорошо, что ты так смешной, что ты радостный, но иногда как ты клавный, сейчас не до шуток, очень часто мне сказали, и в этом плане я думаю, что я чуть-чуть поменьше стал шутить, потому что, как ты говоришь, я просто как немного, где я там буду оказаться, хотя, или могу обидеть даже, поэтому, но мы говорим, что в Мексике, ты знаешь, мы говорим, что жизнь настолько короткая, чтобы принимать ее так серьезно. Из-за пекилы? Если что, в России тоже, и в Японии тоже, у нас есть саке и водка. Саке? Да. Это рисовая водка, Конечно, да. Поэтому, да, у нас... Так что, вы тоже знаете, как развлекаться. Поэтому сейчас уже как-то резко стала джалка своего ребенка будущего, потому что в нашем международном браке у меня есть саке, в Наташе есть водки, поэтому все смешанно и будет покороче. Ну, это черный юмор, как в Микишканце. А, Коки, скажи, пожалуйста, что лучше, саке или водка? Знаешь, на самом деле, я предпочитаю водку саке, но это не значит, что я предал свою страну. Да, я пью саке, но, знаешь, после саке... Ты хочешь больше подписчиков? Да, я не подханью, я не подханью. Знаешь, как наврать. Да, ну, серьезно, у меня... Короче, ответ. Ну, на самом деле, правда, как бы, мне лучше становится с водкой, ну, в смысле, это не то, что у водки градусов больше, чем у саке, я имею в виду, но просто после саке у меня всегда похмелье сый до всей день, и я никак не могу как бы справиться с похмельем от саке, и это будет продолжаться очень долго, хоть до конца дня. Ну, именно с водкой у меня бывают похмелье, когда я много-много пил, ну, быстро я справляюсь с водкой. Например, уже до 12 часов я уже протребею после водки. Еще, знаешь, водка и рассол, у них там очень хорошая комбинация, и ты просто утром пьешь рассол, то сразу справляешься с похмельем. Это русские народные ретения, скажем так. Да, ну, тогда тебе точно нужна мескаль, это мистический напиток в Мексике, который весь похмелье, поэтому это еще лучше. Это с каким вкусом? Да, попробуй искать мескаль. Он должно быть ситрусом, более кислым немножко, но я думаю, тебе это очень понравится. Это тоже из кактуса делается? Да, это из кактуса. Это, ты знаешь, если говорим, что у водки есть самогон у текилы есть мескаль. Аааа, хорошо, это и я самогон и водку люблю. Дорогие amigos, мы записали совместное видео с Коки, поэтому вы можете найти на его канале. Да, мы сделали совместное видео с ним на моем канале, так что посмотрите, пожалуйста, там мы обсуждаем Россию и русские вещи, которых нет за границей. Именно с точки зрения японца и мексиканца, поэтому посмотрите, пожалуйста. Коки, аригато гасаймашта. Аригато гасаймашта. Правда, я весьумно рад, для меня это тоже сломается мозг, сделать такую коллаборацию с японцем, который прекрасно, чудесно говорит по-русски. Спасибо. Дорогие amigos, не забудьте подписаться на его канал. Я на своем канале рассказываю о жизни в Японии и в России с точки зрения японца и еще немного рассказываю и показываю в жизни с нашей Наташей, русской женой в Японии. Поэтому кому интересно, загляните, пожалуйста. Вы не расстроитесь своим выбором. Не пожалеете, не пожалеете. 120. Не пожалеете. Дорогие amigos, если вы еще не подписывались, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось, вы знаете, что ваша поддержка мне очень дорога, важна. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios amigos. Пока. Саюнара. Саюнара, 友達.